9 числа день был не скажешь прям особо насыщенный я сходил к доктору к травматологу проконсультировался с ним дорсопатия шейного отдела позвоночника посттравматическая деформация копчика кокцигодиния запустим а в целом немного удивлен тому что сказал доктор или что невозможно копчик поправить так что наркоз в голову поправил хотя у меня вряд ли есть основания не доверять врачу который специалист высшей категории тем более что информацию о том что копчик легко правится я узнал вообще в ютюбе от других специалистов которые специалисты на словах и у которых нет доказательств виде диплома видео врачебной практики просто массажисты которые утверждают что копчик легко правится однако на деле когда я столкнулся с выяснением обстоятельств выяснилось что это ни хрена непросто и что не всем массажистам стоит одинаково верить тому массажисту которого я лечусь я ему доверяю исходя из того что он залит в корень проблемы не дергает мышцы в тупую не рвет связки а выясняет откуда проблема и уже начинаем решить проблему с источников ее появления я кстати дала результат шею мог раньше поворачивать на 45 градусов сейчас он свободно поворачиваю на 90 градусов далее он сказал что нужно шею вставить на место она слегка съехала вперед но есть еще проблема в копчике то что копчик погнут это дает эффект в шею что 6 лекарств съезжает вперед врач это все отрицает что это невозможно такое в общем послушайте сами иску я слышал копчик поправить его просто там анестезию вкалывают правит вот я поэтому и скажу это правда или нет нет конечно я вот там заведую в отделении дальше возникает что попчик погнут это не дало дать не могло это сложнее шею нет конечно абсолютно я очень запутан массажист говорит одну версию врачи и другую а диагнозы вообще показывает что я абсолютно здоров он искали на четвертую версию придумали сейчас то что может дело психологической проблеме настолько фокусируюсь на мелких раздражителях что они уже воспринимаются какие-то крупные разложить и что на самом деле там тоже ближайшие авану все равно не такой же как у всех остальных только я так то особенно сильно чувствую планет непонятен конечно расходом минут 10 с ним разговора 2 300 обошлись я был немножко раздосадован таким результатом пошел прогулялся увидел какой-то азиатский магазин силу зашел для учетом там была всякая лапша сладости какао то интересно с красивыми маскотами забавный и милый закос под apple различные пепси различные пепси но потом прогулявшись по магазинам пошел в енота кафе очень понравились еноты одни были ласковые другие нет недотроги в целом прикольно провел время потому что интересно еноты не едят с рук если зажимаешь еду в кулаке они отпирают такие лесные гопники микромедведи наглые до ужаса и одного там заставил работать ну-ка давай работай отрабатывать на задние лапы вставал работай 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 ночью еду надо заслужить не кожи все на халяву брать работай 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 ох милахи ох милахи вот такой звук издают что ли полу при закрытая а 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 Продолжение следует...